Приветствую вас и на одно из основных направлений деятельности, которую вам нужно начать, отвечая на ваш вопрос как быть, вам уже указать. Мне бы хотелось добавить, что вот у вас есть размер, ваш вес, который определенно не устраивает вас, для которого вы комплексуете. С этим можно сделать только лишь две вещи. Первое это принять себя, то есть либо вы принимаете себя таким, какой вы есть, учитесь любить себя таким, какой вы есть, либо вы начинаете как-то с собой работать, записываетесь там в тренажерный, например, зал, там куда-то еще и начинаете работать над своей фигурой, над своим низким видом, чтобы вы себе, ну, условно говоря, чтобы вы себе хотя бы нравились. И этот момент, он достаточно важен. Если вы не будете нравиться себе, то вряд ли вы, ну, вряд ли вы кому-то точно будете нравиться. То есть этот момент вам очень, ну, вам этот момент желательно для себя как-то прояснить, потому что, ну, по-другому у вас, ну, вряд ли, ну, вряд ли получится. Это первое, что мне хочется вам сказать. А дальше. Следующий важный момент. Этот момент, вставлен в тем, что вы, как говорите, уже второй раз разводитесь, то есть у вас два неудачных опыта отношений, два неудачных опыта брака. И я думаю, что здесь также кроется причина, также кроется часть причин, по которым вы, ну, вот так вот себя освещаете. И вам, вот, что очень важно, вам мешает это. То есть у вас есть какие-то негативные установки, набор негативных установок, скажем так, которые не дают вам возможности, ну, вот, вести себя так, как вам, вам бы того, например, хотелось бы. Которые не дают вам возможности построить такие отношения, которые вам бы хотелось бы. И чтобы, ну, вот, знаете как, чтобы успешно, удачно познакомиться с девушками, вам нужно, вам нужно, сперва, освободиться от, ну, скажем так, скажем так, вам нужно, сперва, освободиться от тех негативных моментов, которые у вас есть сейчас. Они вам очень мешают, они вам очень мешают, на самом деле, эти негативные моменты. И чтобы ваша новая будущая девушка, которая у вас, безусловно, будет, была счастлива с вами. И чтобы она чувствовала себя, ну, как это сказать, чтобы она чувствовала себя востребованной для вас. Чтобы она чувствовала себя интересной для вас. Нужно, чтобы вы освободились для начала от предыдущих отношений. Если вы этого не сделаете, то вам будет достаточно сложно реализовать свои желания, которые вы, ну, вот, нам здесь обозначили. И таким образом, таким образом, что вам нужно сделать? Ну, во-первых, во-первых, два, у вас было два развода, по сути, две достаточно серьезные травмы, психотравмы. И спустя два месяца после развода, наверное, вам хочется уже познакомиться с другой девочкой. Судя по тому, что вы пишете, что если вы хотите пройти и познакомиться с ним. Но понимаете, в чем дело? А если вы познакомитесь, и даже если вы начнете отношения, то очень может быть, и вот знаете, я так думаю даже, что скорее всего, скорее всего это произойдет, что вы будете сами того не понимая, не отдавая себе в этом отсчет, вы будете искать замену, вы будете искать замену, ну, человеку, вы будете искать замену вашей жене, ну, скорее всего, возможно, возможно. И будете таким образом постоянно сравнивать свою новую девушку и, значит, жену. И поскольку девушка ваша будет, ну, как бы другим человеком, она будет так или иначе, ну, знаете, таким образом она будет проигрывать. Она будет проигрывать. Она будет проигрывать жене, потому что образ жены, с которой вы будете ее сравнивать, так или иначе будете сравнивать, пока не отпустите отношения с ней, будет вам очень, ну, как бы, ну, как бы, она будет проигрывать, потому что образ только у вас говорит, образ у вас со мной. И чтобы этого не было, чтобы девушку вы воспринимали как индивидуально, как уникального отдельного человека, сперва вот эти отношения, которые у вас закончили, нужно отпустить. Обидно и все проработать, может быть, даже проговорить и понять, что не ваша, вот прям, как таковая вина в том, что так случилось. Не ваша вина в том, что вы родились. Это всегда два человека. И ваша бывшая жена, вторая и первая, они тоже, так же, как и вы, в равной доле, ну, несут ответственность за то, что у вас вот не получилось подкроить семью. Достаточную семью для того, чтобы, ну, сохранить отношения, как бы, долго, длительно. Вот. То есть здесь вот этот момент нужно достаточно четко понимать, потому что если вы не будете этого делать, если вы не будете, если вы не будете стремительно понимать эти моменты, то вам будет тяжело. Вам будет очень, очень тяжело. А мне бы все-таки хотелось, чтобы вы свою проблему решили и решили ее максимально хорошо, решили ее максимально полно. Для этого нужно поступать именно так. И здесь я тоже, как и другие мои эксперты, другие мои коллеги, не могу не посоветовать вам обратиться за более конкретную помощь и лично понравиться вам человеку. Потому что вот то, что вы написали, вы даже не написали вопрос, то есть, что вы хотите. Вот вы говорите, не знаете, что делать. Мы вам говорим, что нужно сперва проработать развод, а потом нужно в обязательном порядке убрать ваши комплексы, работать над уверенностью в себе, выбрать приемлемый способ работать над уверенностью в себе. Ну а дальше, я думаю, все пойдет само собой. Знакомство с девушками не нужно возводить в статус культа. Статус, я бы сказал, какой-то, знаете, самоцели. Вам нужно организовать свою деятельность, это начать жить для себя. И начав жить для себя, вы будете заниматься какими-то делами, и вы будете столкнуться с другими людьми. И вот в процессе этого, в процессе вот этих вот занятий, в процессе этой деятельности, вы будете по сути заниматься чем? По сути, вы будете заниматься тем, что вы по роду своей деятельности, по ходу ее, будете перескаться с другими людьми. И кто-то из этих людей разделит ваши интересы, захочет проводить с нами больше времени, с кем-то вы заходите так же проводить больше времени. И вот эти моменты и помогут вам построить новые отношения, но равноправные, да, ненавязчивые, свободные и независимые. А вы пока не можете быть независимым партнером в отношениях. Потому что у вас есть комплексы, и у вас есть по всей вероятности обиды на своих бывших супруг, которые точно не дают вам в организме построить нормальные отношения. Плюс ко всему, причины, по которым вы имеете неудачные браки, могут крыться и в детстве, и в подростковом возрасте. Могут они крыться и в комплексах, которых вы не замечаете. Может быть они кроются в том, что вы написали, что вам не нравится ваш размер. Но ведь вы же не всегда весили 120 кг. Вы же как-то пришли к этому. Этот момент тоже непонятный. Далее вы видите, что вы не пьете почти три года. Значит, вы его употребляли алкоголем, получается. Тут тоже момент такой, как он и как, и почему он на вас влиял. Что давал вам алкоголь? Какие стороны ваш алкоголь раскрывал? И так далее. Со всем этим нужно разбираться. Чтобы понять, кого мы можем увидеть под этим вот, под веером проблем, комплексов сомнений и страхов. И вот того человека, кто кроется под этим, нужно вытащить и позволить ему жить. И вот тогда вы будете счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok